Тема искусственных добавок. В последние годы это явление стало просто массовым. Если пройтись по нашим магазинам, по супермаркетам, то на каждой упаковке продукта вы прочитаете не один, а несколько искусственных добавок, консервантов, которые добавляются в еду, чтобы она могла дольше сохраниться, чтобы производитель не понес убытки из-за того, что продукт испортился. Эти продукты даже мыши или крысы перестали кушать, потому что это для них опасно, раз они это не кушают. И человек, который постоянно кушает продукты, уже переработанные с такими добавками, то он получает массовую дозу этих канцерогенов, химических веществ, которые с большим трудом выводятся из организма. Давайте поговорим о болезни в медицине. Как правило, для докторов, как они объясняют, для пациентов это некое зло, это проблема, которую нужно решить, подавить чем-то. Но следует понимать, что симптомы болезни, даже температура, либо насморк, либо сыт, это показатель того, что организм сопротивляется, организм выделяет вещества, которые ему чужеродны. Организм пытается вернуть свой гомеостаз. И поэтому следует, если мы поможем организму вывести эти вещества, очиститься, то он действительно может полноценно вылечиться. Если же мы просто будем симптоматически подавлять симптомы, то мы болезнь просто инкапсулируем, и болезнь будет продолжаться, но при этом человек не будет испытывать никаких симптомов. И врачи-иммунологи прекрасно знают, что когда у человека есть проблема, есть болезнь, но организм никак это не проявляет, то есть нет ни температуры, никаких больше проявлений, это признак иммунодефицита. То есть когда организм уже не сопротивляется болезни. В работе доктора-кардиохирурга американского, доктора Ландела. Он автор книги «Великий холестериновый обман». Интересная история этого врача. 25 лет он проработал как кардиохирург, сделал за свою медицинскую практику более 5000 операций на открытом сердце. Хочу сказать, что только лучших врачей допускает в хирургию сердца, и тем более на такие сложные операции. И по прошедшей 25 лет своей практике он оставил свою работу как кардиохирург и стал лечить эти же заболевания с помощью диетотерапии. Его исследования показали, что на самом деле сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца на самом деле возникают из-за хронического воспаления стенок артерий, а вовсе не из-за холестерина и жирной пищи, как это принято считать. Было установлено, что холестерин может свободно циркулировать в сосудах здорового человека и при этом не вызывать воспаление, не приводя к атеросклеротическим бляшкам. И само это открытие приводит к изменению концепции лечения заболеваний сердца и любых других заболеваний сердца. Следует уменьшить хроническое воспаление, а не просто ограничить потребление жирных продуктов и холестерина. Как показала практика, люди, ограничивающие потребление жирного, принимающие дорогостоящие препараты, называются анистатины, которые блокируют синтез холестерина, это никак их не спасало от смертей. Какие же последние исследования показали, какие же основные причины хронического воспаления? Это избыток питательных веществ крови, то есть это избыток потребления пищи, переедание. Вторая проблема это потребление продуктов с высоким содержанием простых переработанных углеводов, мучные изделия, сахар, макароны и так далее, печеньки. Потребление растительных масел омега-6 с высоким содержанием жирных кислот омега-6. Такие масла, как соевое, кукурузное и подсолнечное. То есть эти вещества, они сложно перерабатываются нашим организмом, они циркулируя в крови, как наждачная бумага, повреждает выстилку внутренних сосудов и таким образом медленно отравляет организм, вызывая хроническое воспаление. Но вообще хроническое воспаление это универсальная защитная реакция организма на любой повреждающий фактор. Ну вспомните, скажем, солнечный ожог, то есть для того, чтобы ожог не распространялся дальше в глубь организма, организм вызывает в этом месте воспаление, воспалительный валик, который служит дополнительным барьером, защищает от повреждающего фактора. Таким же образом и в крови получается, что организм защищается от повреждающих факторов, циркулирующих в крови, образуется хроническое воспаление на всем протяжении сосудов. Следует отметить, что при переедании наши жировые клетки увеличиваются. И такие жировые клетки начинают выделять химические вещества, провоспалительные. Их называют цитокинами. И они могут связывать сахара в крови и образуют такие соединения, которые еще больше повреждают наши ткани и наши сосуды и провоцируют хроническое воспаление. Опасность переработанной еды еще и в том, что из сложных молекулок, сложных углеводов, которые с трудом могут пройти через кишечную стенку, образуются более мелкие и простые углеводы, которые легко путем диффузии проникают в нашу кровь. И вот этот переизбыток питательных веществ, как уже было сказано ранее, вызывает хроническое воспаление. Если же человек употребляет непереработанную еду в натуральном виде, то если он даже переел, съел больше, то организм не будет всасывать все питательные вещества. Он просто перестанет их всасывать, и они транзитом пройдут и выйдут естественным путем из организма. А употребляя сладкую газированную воду, печенье, конфеты, то есть переработанные сахара, легко усваиваемые, организм бессилен, он все пропускает в свою кровь. И, соответственно, существует естественный способ защиты от хронического воспаления. Это изменение питания. Вернуться к тому, как питались наши бабушки и дедушки. То есть продукты в натуральном виде, непереработанные. Овощи и фрукты. Хочу привести интересную цитату отца медицины Гиппократа. Он говорил, что в медицине есть введение и выведение. И то, что задача врача убавить то, что есть лишнее в теле, и, соответственно, снабить организм тем, чему ему не хватает. В настоящее время традиционная наша медицинская помощь, она в основном является водящей. Доктора назначают таблетки, микстуры, делают инъекции. А большинство современных болезней относятся к болезням накопления. То есть следует все-таки медицину сделать больше выводящей. Включать в практику у врачей процедуры для очищения крови, очищения кишечника, печени. Возьмем для примера, в скорой помощи какая первая помощь? Это капельница, постановка капельниц. С тем же бикарбонатом натрия, раствором соды, физиологическим раствором. И зачастую одного этого вливания в кровь этой жидкости приводит к значительному улучшению состояния организма пациента. По сути происходит разбавление токсинов в крови, ощелачивание организма. И за счет этого уже человеку становится намного проще. Да, это не выводит токсины, это просто их разбавляет, но это просто ярко показывает, что насколько быстро может улучшаться состояние организма при уменьшении концентрации в нем токсинов. Интересное исследование доктора Дина Орниша. Он работает в научно-исследовательском институте профилактической медицины в США. И взялся доказать утверждение, что отказ от вредных привычек для здоровья намного эффективнее приема даже дорогостоящих препаратов. Была отобрана группа пациентов кардиологических с закупоркой коронарных сосудов. Заболение называется ишемическая болезнь сердца или стенокардия. И в течение года такие пациенты соблюдали рекомендации доктора, питание, физическая нагрузка. И в течение одного года у 82% пациентов раскупоривались коронарные сосуды. То есть такого эффекта не будет ни от одного дорогостоящего лекарства. А изменение привычек питания смогло переномить ситуацию в пользу пациента. Рассмотрим, какие же основные причины переедания, почему человек потребляет больше, чем ему нужно. Еще 100-200 лет назад пища действительно была нужна для выживания. Сейчас же пища превратилась больше в социальное явление, в источник получения удовольствия. Этому еще и способствует, что сама по себе обработанная еда, по сути, она энергетически пустая. Да, в ней есть калории, в ней есть сахара, но в ней уже нет ни энзимов, ни витаминов. Вот посмотрите на снимки, эти снимки сделаны фотографированием с помощью метода кирлиан. Кирлиан и вокруг продуктов видно свечение. Соответственно, печеный томат обладает намного меньшей энергией, энергопотенциалом, чем сырой томат. Справа картинка приготовленной брокколи и сырой брокколи. То есть, приготовленная, приработанная еда, она и содержит намного меньше энергии. И употребляя такую еду, организм не получает то, что ему нужно, энзимы и витамины не получает. И поэтому снова возбуждается пищевой центр, и человеку снова и снова хочется кушать. Таким образом, мы рассмотрели современные научные исследования, показывающие, что питание современного человека является одним из самых главных причин заболевания цивилизации. И человеку следует изменить свои привычки питания, изменить свое вообще понимание, что такое правильное питание, чтобы действительно защитить себя от заболеваний и прожить долгую счастливую жизнь. Существует такое тип питания, как сыроедение, и либо употребление продуктов в термически необработанном виде. Собственно говоря, так питаются все животные, которые есть, то есть никто в лесу не жарит шашлыки и хищники, да, не кушают еда, как она есть в природе. И, однако, для того, чтобы начать так питаться, тут не хватит просто одних знаний, одной теории, необходима осознанность. Потому что еда настолько глубоко стала нашей культурой, нашим культом, что поменять питание для большинства очень сложно. Не получая удовольствия от еды, человек часто впадает в депрессию нынья. Дело в том, что если вы освоите рецепты, вкусные, здоровые рецепты, вы будете получать, да, может меньшее поначалу удовольствие, но такая еда будет быстрее вас насыщать, и вы будете намного лучше себя чувствовать. Что еще нужно для того, чтобы сохранить высокий уровень своего здоровья? Действительно, одного питания мало. Нужно уметь контролировать свое мышление, да, экология мыслей. Сейчас на человека обрушивается настолько мощный поток информации, что у него постоянно в голове есть мыслительные процессы, постоянно его раздражает картинки с дисплеев, с мониторов, с телевидения, звуки, радио, новостей, шума на улице и так далее и тому подобное. И такой мощный поток информации вызывает напряжение и утомляемость. Поэтому очень важно находить время, чтобы провести медитацию, успокоить свой ум, послушать себя, свое тело. И в таком состоянии употреблять еду. Потреблять еду нужно осознанно, чувствовать всеми своими чувствами эту еду, потому что мы получаем в процессе пищеварения, важно, чтобы человек не только переживал и проглотил еду, а ощутил ее. Следующий факт, который нужен для сохранения здоровья, это физическая активность. Физиологически человеку нужна двигательная активность в объеме ходьбы 10 километров. Это нужно для того, чтобы не заставилась кровь в наших мышцах и капиллярах. Употребление живой воды и дыханием чистого воздуха. Это тоже важный фактор. Периодические голодания. У людей в основном голодание связано с чем-то негативным, но на самом деле короткие курсы, даже однонервный голод, воздержание от еды, либо разрешается пить только отвары трав с медом, очень благотворно сказывается на здоровье организма, уменьшается размеры кишечника, желудка. Такой человек меньше начинает кушать, у него нормализуется аппетит в плане уменьшения. А если аппетита не было, то аппетит появляется. Следующим важным фактором является то, что у человека должно быть свое предназначение, должны быть цели. Дело в том, что цели придают нам смысл жизни, дают нам энергию. И когда у человека есть любимое дело, когда он занимается то, что ему нравится, это тоже энергетически его наполняет. Такой человек и меньше кушает, меньше зависим от еды. И такой человек гармоничен. Хочу поделиться своим личным опытом, рассказать о том, как это эти знания, эта информация, как я внедрил свою жизнь. Вот на фотографиях я в 2019 году, тогда я еще был вегетарианцем, и несмотря на это, у меня был излишек массы тела, я никак не смог, мне было сложно похудеть. И я начал практиковать сыроедение, начал проводить короткие курсы голодания. И благодаря этому нормализовался аппетит, я стал довольствоваться намного меньшим объемом еды, и лишние килограммы начали плавно уходить. И вот мои фотографии год спустя. Собственно, я делал одежду, которую я носил раньше. То есть я похудел на 8 килограмм. И, конечно же, появилось больше сил, я меньше стал спать, улучшилось настроение. То есть плюсы однозначны. И достаточно посмотреть и на мои фотографии, и на фотографии в интернете других людей, которые в своей жизни начали использовать знания о том, что же такое правильное питание. Вы ясно увидите это своими глазами, что насколько люди преображаются, становятся красивее, стройнее. Поэтому я призываю вас, попробуйте, сделайте это прямо сегодня, не откладывайте это надолго. Попробуйте один день побыть на воде с медом. Попробуйте пропустить один прием еды, либо съесть только лишь салат. Исследуйте себя, осознавайте, как вы будете себя чувствовать. Если у вас уже есть хроническое заболевание, то я настоятельно рекомендую вам пройти диагностику, пройти консультацию у доктора, понять, какой у вас исходный уровень. От этого будут зависеть и рекомендации, как вам следует заниматься оздоровлением. Проводятся консультации на Украине, в городе Киеве, либо по интернету. Есть скайп-консультации, где доктор вам составит курс лечения. Я желаю вам крепкого здоровья и пожелания прямо с сегодняшнего дня начинайте внедрять полученные знания. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»